В статье, опубликованной на официальном сайте Гарвардского университета под заголовком «Место встречи науки и религии с исламской точки зрения», в статье упоминается, что профессор Бруно Гвидердони, директор по исследованиям Парижского института астрофизики, говорит, что ислам и наука не противоречат, а скорее идут бок о бок, и что религия и ислам призывают к науке и поощряют знания. И что Коран приводит множество примеров прочной связи между исламом и наукой. Ладно, но как насчет противоречий между наукой и исламом? И как насчет научных ошибок в Коране и религиозных текстах? И есть ли в действительности противоречия и актуальные ошибки? Или дело в путанице и отсутствии методологии? Между методологией и естествознанием и религиозным писанием. И естествознание состоит из разных уровней, которые в соответствии с философией науки называются познавательная структура науки. В нем есть факты и природные явления, например, расширение Вселенной и начало жизни на нашей Земле и вращение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. И также существуют теории, объясняющие эти природные явления, и законы, описывающие эти явления математически и логически. И также есть гипотезы, которые являются вероятными или возможными объяснениями природного явления или определенного явления. И они самые слабые из этих звеней. Точно так же, как все религиозные тексты одинаковые. Например, все аяты Корана достоверны в том, как они дошли до нас, поскольку они были доставлены к нам посредством непрерывной коллективной сенсорной передачи, то есть из уст в уста. Однако не все аяты однозначно ясны в своем значении и толковании. Из них есть абсолютно ясные аяты, и они не имеют более одного значения. В то время как другие аяты могут иметь несколько значений, и следует принимать во внимание все эти разные уровни, когда мы говорим о естественных и религиозных науках, и когда мы сравниваем религиозный текст и экспериментальные научные данные. И когда происходит противоречие между ними, мы не отдаем предпочтение науке над религией или религии науке, но мы объединяем их, если это возможно. В том смысле, чтобы оба объяснения не противоречили друг другу, или мы отдаем предпочтение наиболее убедительному объяснению с точки зрения ясности, будь то научные или религиозные, и затем объясняем второе в свете первого. И подобного метода придерживались исламские ученые для опровержения противоречия между религией и разумом. Говорит Ибн-Таймия, если два окончательных доказательства противоречат друг другу, и одно из них противоречит значению другого, тогда необходимо совместить и то, и другое, и это невозможно. И если одно из двух противоречащих друг другу доказательств является окончательным, а другое нет, тогда оно должно быть продвинуто согласием мудрых, будь оно текстуальное или рациональное, поскольку презумпция не может преодолеть определенность. И также мы всегда должны следовать главному принципу, который не должен сравнивать скрытый метафизический мир с известным ощущаемым миром. Мы не можем объяснить то, что скрыто от наших чувств с помощью наблюдаемых нами доказательств, поскольку невидимое всегда останется невидимым, и это часть божественного испытания для нас. Как он сказал, Алифляммим. Это писание, в котором, нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных, которые веруют в сокровенное. Шесть дней. Мы сотворили небеса и землю, и то, что между ними за шесть дней. И нас ничуть не гаснулась усталость. В этом аяте упоминается, что сотворение небес и земли, и всего, что между ними, было осуществлено за шесть дней. В то время как современная наука говорит нам, что возраст вселенной составляет около 13,8 миллиарда лет, а возраст планеты Земля составляет 4,5 миллиарда лет. Значит, цифры, упомянутые современной наукой, отличаются от цифр в Коране. Однако не следует ли нам сначала спросить, что означают эти шесть дней в Коране? Похожи ли они на те ежедневные дни, которые мы знаем сейчас? Или это разные измерения времени, и мы точно не знаем их длину? И это также упоминается в Коране. Воистину, день с вашим Господом равен по вашим исчислениям тысячи лет. И Всевышний Аллах также говорил, ангелы и дух Джибриль восходят к нему в течение дня, равного 50 тысячам лет. А законы самой теории относительности гласят, что время относительно и различается в зависимости от движения объектов. Независимо от теории относительности, если мы рассмотрим планету, подобную Меркурию, мы обнаружим, что день на нём равен тысяча четырёх-семи часам. То есть 58 дней по нашей шкале Земли. В то время как такая планета, как Юпитер, завершила своё вращение вокруг своей оси всего за 10 часов. Это означает, что день на Земле равен двум дням на Юпитере. В Коране сказано «на шесть дней». Но сколько они длятся? По какому измерению? И по какой ссылке? Об этом не упоминается в аяте. Поэтому это не противоречит науке. Плоская Земля Неужели они не видят, как созданы верблюды и как вознесено небо, как водружены горы и как распостёрта Земля? И здесь возникает вопрос. Разве Земля плоская? Согласно предыдущим правилам, мы обнаружим, что этот аят является умозрительным по своему значению. То есть имеет два значения. Первое значение — это то, что Земля была распостёрта по всей планете. И это было объяснение некоторых толкователей, таких как Аль-Куртуби и других. И второе значение — распостёрта — это только та часть Земли, на которой мы ходим и живём, по мере его укладки и распространения. И в этом смысле Ибн Джарир говорит насчёт толкования аята и как распостёрта Земля. Это похоже на то, когда мы говорим «плоская гора», если его вершина плоская. В этом аяте Аллах обратился к бедуинам, обращаясь к тому, что они видят. Поскольку неверующие курайшиты смотрели не на всю планету Землю, а только на ту её часть, по которой они ходили. Объясняя этот аят, Ибн Катир говорит, «распростёрта, значит, выровнена и покрыта». Аллах указал бедуину на это, чтобы тот делал выводы из того, что он видит, включая верблю, на котором он едет, и гору перед ним, и землю под ним. Затем, в 12 веке, исламский учёный Фахруддин Ар-Рози добавил к объяснению научный оттенок. Он сказал, поскольку Земля – это сфера, это очень массивная сфера. И каждый маленький кусочек этой массивной сферы, если его наблюдать по отдельности, будет рассматриваться как плоская поверхность. И это второе мнение, с которым согласны большинство толкователей Корана. И его подтвердили Абу Ахмед Аль-Газали и Ибн Таймия. Это согласованное объяснение передал Ибн Хазм, один из величайших учёных 11 века. И он сказал, среди мусульманских учёных не было никого, кто действительно достоин звания учёный, кто когда-либо отрицал, что Земля сферическая. И также они не писали ничего, чтобы отрицать этого. Но все доказательства из Корана и Сунны подтверждают его сферичность. Поскольку аят, говорящий о расширении и уплощении Земли, является умозрительным по своему значению и имеет два смысла, как упоминалось ранее. В данном случае мы рассматриваем научную точку зрения. Поскольку все убедительные научные доказательства подтверждают, что Земля имеет сферическую форму, тогда здесь мы отдаём предпочтение научному доказательству, потому что оно сильнее. И затем интерпретируем аят в его свете, с которым согласны большинство толкователей Корана. Солнце простирается под троном Аллаха. Всевышний Аллах говорит, солнце плывёт к своему местоприбытию. И затем пришёл хадис и объяснил, как оно плывёт. Как сказал пророк, оно плывёт, пока не постигает трона и не падает ниц. Но сегодня, с научной точки зрения, мы можем наблюдать все фазы движения Солнца. Так почему же мы не видим трон и поклонение Солнца под ним? Тот, кто задаёт этот вопрос, воображает, что Солнце должно преклонить колени и преклониться подбородком, чтобы постнить, как делают это люди, лбом и носом. И что поклон должен быть виден нам, так же, как и трон Аллаха. Тогда как всё это входит в категорию метафизики, то есть сокрытого, поэтому поклонение Солнца не должно быть для нас логичным. Всевышний Аллах говорит в другом аяте, «Неужели ты не видишь, что перед Аллахом падают ниц те, кто на небесах и на земле, солнце, луна, звёзды, горы, деревья, животные и многие люди?» И в другом аяте говорится, «Его славят всем небес и земля, и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы его хвалой». Не только Солнце простирается ниц, «Но и деревья, горы, животные, все падают ниц перед Аллахом. И все на небесах и на земле превозносят Аллаха хвалой». И всё же ни один мусульманин не говорил, «Почему мы не можем видеть, как деревья падают ниц?» «Или камни возносят хвалу?» «Или ангелы возносят хвалу?» И ответ прост, потому что всё это является частью сокрытого метафизического мира. И поэтому этот аят завершается словами, но вы не понимаете их словословия. То есть вы никогда не сможете узнать и понять их способ восхваления и падения ниц. И подобные аяты, которые преподносят объяснение, отличные от научных, мы не сравниваем и не взвешиваем друг с другом, потому что взвешивание проводится между противоречиями. Но в этих аятах есть несколько интерпретаций, но не противоречащих друг другу. Экспериментальная наука даёт только материалистическое объяснение всех фаз небесных планет и звёзд и их маршруты в нашей видимой вселенной, в то время как религия даёт метафизическое объяснение, связанное с силой Аллаха, и выходит за рамки материального и природного. И это проявляется в хадисах, где говорится о громе и молнии и небесных сферах. Тот факт, что ангелам поручено управлять ветром и облаками, проливать дождь и грохотать гром – это не противоречит научно-материалистическим объяснениям, которые мы знаем о том, как происходят эти природные явления сегодня. Как говорит профессор Джон Линокс, это как разные интерпретации, объясняющие одну и ту же историю. Бог, создавший Вселенную и установивший её законы, это тот же, кто не спасал Писание с точными аятами. И вселенские божественные факты не могут противоречить его кораническим фактам. По словам Фрэнсиса Коллинза, научная истина не может противоречить религиозной истине, ведь истина не противоречит истине. Цель экспериментальной науки – изучение природных явлений в нашей Вселенной, обнаружение материалистических причин и исследование прогресса человеческой цивилизации. А цель религии – направлять людей и исправлять их положение в жизни и их конец. Следовательно, цель науки отличается от целей религии, и их методологии тоже разные. И это различие не означает, что они противоречат друг другу, а скорее они дополняют друг друга. Как сказал Абу-Уалид ибн Ружд, если эта религия – истина, и призывает к наблюдению и размышлению, ведущего к познанию истины, тогда истина не может противоречить истине, а скорее соответствует и доказывает её. Ассаламу алейкум, братья и сёстры. Это автор канала Презивдава. Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дават. И иншаллах, Аллах наградит вас за это. Ассаламу алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok